Всех приветствую! Будем пробовать летать на самосборном аккумуляторе из элементов 18650 на дроне f11s4k pro. Емкость аккумулятора 6200, 4s, вес 400 грамм. Вроде дрон без проблем его поднимает. Да, вот сейчас еще один момент. Смотрите, фоточку поставлю. Слишком близко высоковольтные провода идут от подвеса, и он начал глючить, видимо, от электромагнитных помех. А может и задел там механический подвес. Не знаю. Ну не суть. В общем, после взлета напряжение с 16,8 вольт упала сразу на 15,7 на 1 вольт. Просела под нагрузкой. И дальше уже смотрим равномерно. Начинает просаживаться. Вот здесь пошли какие-то непонятные истории с подвесом. И в итоге он в таком положении. То ли провод задел там, застрял, то ли это просто заглючило из-за больших помех. Надо, конечно, аккумулятор, если такой собирать, то лучше их устанавливать вертикально в штатное место. Они будут всего лишь немного торчать, буквально там на 2,5-3 сантиметра выступать из-за дрона. Они никаким образом мешать не будут, и будет это более-менее аккуратно все. А в таком видишь, когда он снизу как-то не очень получается. Можно даже в штатный корпус более-менее так это все встроить. Смысл в том, что результат офигенный. И на этом дроне на 4С летать, конечно, интереснее сразу становится. 16 минут, 14,1 вольта. Удивительно, кстати, что вольтаж показывают реальный. Ну, например, на Хабсонзине, когда ставишь 4С, там вольтаж ограничивается 12,6 вольта. Выше не показывает. Здесь все видно, можно следить за напряжением. Следить за ним нужно, чтобы своевременно нажать возврат домой. Потому что автовозврат срабатывает, если мы находимся близко к точке взлета, на 11 вольтах, если мы улетели куда-то далеко, там 11,4, но этого будет все равно недостаточно, чтобы вернуться. Нужно самостоятельно за этим будет следить и нажимать возврат домой, ну, как минимум на 12 вольтах. 12, 12,3 лучше вот так, чтобы был какой-то запас. Когда сработает на 11 вольтах возврат, там останется полетного времени, ну, буквально минута, может быть две. Так что дрон вернуться не успеет. За этим нужно следить. 13 вольт, 30 минут. Классный результат. Не обязательно слезть ионных, можно слезть и полимерного собрать в 4С. Что будет, если это будет еще высоковольтовые, то это будет по весу легче. При той же емкости 6000 мА, это будет где-то на 100 грамм легче. В районе 300 грамм будет аккумулятор. Соответственно, время полета увеличится еще больше. Может быть там к 50 минутам приблизится. Что, 12,3. Вот теперь смотрим. Вот с этого момента, с 12,3 вольт, сколько пройдет времени до полного разряда. И отсюда нужно уже отталкиваться, когда нажимать возврат. Да, погода еще не очень удалось. Минусовая температура и порывы ветра очень сильные. Так что в идеальных условиях результат был бы получше. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.